Багдад Мусин Меры позволят казахстанцам иметь постоянный доступ к интернету и связи в торговых и бизнес-центрах, отелях, а также других больших помещениях. Глава ведомства подчеркнул, сейчас строители экономят на оборудовании, поэтому за плохую связь в таких местах операторы ответственности нести не должны. Кроме того, министр призвал казахстанцев экономить интернет. Глава ведомства Глава ведомства Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Президент России отметил положительную динамику развития реального сектора в стране. Особый глава государства подчеркнул рост ВВП и повышение нефтегазовых доходов России. Отдельно коснулся вопрос увеличения заработных плат россиян. Владимир Путин предложил и дальше выдерживать цели по зарплатам для бюджетников. Кроме того, президент выделил рост деловой активности в стране, в частности банковское кредитование. Годовой прирост корпоративных кредитов увеличился в России на 21%. Заработится, мы с вами тоже хорошо это знаем, снижается. Сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами. В апреле более чем на 10%. Еще раз, как всегда, подчеркиваю, это среднее значение. И в разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится. Но, тем не менее, в среднем такой рост есть. И повторю, именно в реальном выражении. В целом результат хороший. Он даже выше ожиданий и предварительных расчетов. Единые для стран Евразийского экономического союза требования к шоколаду вступили в силу. Теперь самый востребанный на рынке молочный шоколад должен содержать не менее 25% какао и 12% сухого молока. Нельзя использовать животные жиры за исключением молочного. Кроме того, в производстве не допускаются ароматизаторы, имитирующие вкус или аромат шоколада или какао-продуктов. Ранее в России уточнили нормы радиационной безопасности, сельхозпродукции и обращения с пестицидами. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики на следующий год. Теперь организация ожидает, что экономика мира вырастет на 3% в 2023 году, что на 0,2% выше, чем оценка данная в апреле. Эксперты МВФ отмечают, что несмотря на улучшение прогноза, динамика роста остается ниже исторических показателей, которые были зафиксированы в период с 2000 по 2019 годы. Тогда они достигали почти 4%. Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано 9 лет назад. Среди прочего, документ предусматривает и значительное упрощение двусторонней торговли. Но молочные продукты из Грузии пока не могут попасть на европейский рынок. Они не соответствуют стандартам Брюсселя. Некоторые эксперты полагают, что 95% молочных продуктов Грузии сделаны на незарегистрированных предприятиях. Европейский Союз остановил 7-летнюю процедуру допуска молочных продуктов на свой рынок. Этот процесс включает несколько этапов исследования как производственных, так и деловых аспектов. Но Грузия до сих пор его не инициировала. Редактор субтитров А.Семкин